Доброго времени суток всем! Сегодня новый рейс на Самару. Гружу молочку, йогурты, молоко, детское питание и все остальное. С рейфом режим плюс 5 до Самары. Дают 24 часа. Конечно, как всегда, нужно было поспать перед рейсом. Я то тем, то всем занимался, то один позвонит, то другой позвонит. И, в общем, я уже на загрузке. Загружаю медленно движуха. Мощницкая, тут завод большой. И мне еще ни одного полета не поставили. Вот парень что-то там катается, туда-сюда. А мне еще ничего не поставили. Возможно, снимать нельзя. Ну, в общем, идем в Москва-Самара. 24 часа. Попробую успеть. Для меня новая дорога. Я там еще не был. Погода дрянь. Метель, мороз. И сегодня в Москве был такой мокрый лед. Всыпал не дождь, не снег, а что-то вот непонятно такое. Лед. В общем, дорога будет опасная. Какие трудности меня ждут впереди, узнаем только во время движения в пути. Все, добрый год. Все-таки я выехал с этого завода. Время сейчас 2 часа 15 минут. 13 марта. Приехал я вчера в 23.00. Встал на ворота, открылся и все. Должны были загрузить в течение часа. В итоге загрузили вот в 2 часа. Ну, 10 минут или 5 минут я выезжал с территории. И ровно 24 часа надо быть в Самаре. Опять нихера не поспал, не выспался. Еще и задубел, блин, там с 11 часов до 2 часов торчал. Круг 3 часа на морозе. Ну, там территория плюс 5 температура. Морозильники топят. Чтобы... Ну, молочка-то. Вот. Задубел, короче. Ну, уже сейчас тут я автономку включил. Топлю. И мотор сейчас нагреется тоже будет. Пока что я замерз. Надо согреваться. А то так и нетрудно заболеть. А болеть у нас в современной России это экономически невыгодно. с нашими доходами. Через 200 метров на светофоре. Поверните направо. Перед рейсом зашел в магазин. Ха. Сказал бы сейчас... Хотелось слово подобрать. Затарился. Потратился. Опять 2,5 тысячи рублей потратил. Купил пакетик в магните еды. Ну, в дорогу. Яблоки, бананы. Мандаринов по килограмму там всего. И... Что там? 2-3 банки, кажется, адреналина взял. Ну, и по мелочи. 2,5 тысячи рублей. Что купил? Ничего не купил. А 2,5 тысячи потратил. Позавчера тоже самое. 2,5 тысячи потратил. Это только на себя. Вот так и живем. Фуры стоят на загрузку. Вот тоже домики прикольные. Так, выезжаем. Ну, хорошо сейчас хоть ночь на дворе. И... Верните направо. Приятно выезжать из Москвы, когда... Отсутствуют будут пробки. Это очень хорошо. Маршрут. Дорогу я вообще не знаю. А, еду по навигатору. Думаю, эта девушка меня приведет туда, куда надо. А никуда обычно она приводит. Ну, будем ехать. Сейчас хоть метель перестала мести. Вроде гололеда нет. Температура за бортом минус 5. Нормально. Сейчас согреюсь. И уже будет комфортная езда. Разденусь. И поеду уже налегке. Включу музыку. Буду песни петь. Ну, пока же не спать не хочется. Ну, ладно. Выезжаем из Москвы. Здесь ничего интересного нет. Будет что-то интересное. Включу камеру. А так, это что? Дмитровское шоссе. Выезжаем. Ну, что хочу сказать. За бортом минус 4. Остановился сейчас дворники почистить. Вообще, гололед. МКАД просто каток. Куда все летят? С какой скоростью летят? Зачем летят? А потому что нужно будет куда-то приехать в какой-то назначенный срок. И на отдых времени нет. Ни у кого. Я не один такой. Так работает вся система. Не хочешь? Уходи. Впереди камерный размер. В принципе, разумно. Не нравится работа? Увольняйся. Не нравится жена? Разводись. Не нравится муж? Разводись. Че ты ноешь? Все время нам всегда что-то не так, что-то не то. Как плохому танцору. Ну, по МКАДу ехать в гололед. Как-то очково. Ну, а вон, ребята, коллеги-дальнобойщики обгоняют только в путь вообще. Я что-то еду, у меня, думаю, на этих, на окочках. Чуть-чуть прицеп подкидывает то вправо, то влево. Вроде загрузили по самые уши. Там, ну, вес около 20 тонн. Но все равно, как бы, тяжелый, нелегкий. Должен был уйти как поезд. А идет как, не знаю, как пустой. Прыгает. Впереди камера на разметку. И болтает его. Вот это МКАД, пожалуйста. Не почистили, не посыпали реагенты. Или только что посыпали. Что-то еще ничего не растаяло. КДМ-ок не видно. Он блестит все вообще, как... Доставай коньки и катайся. Страшно на тормоза нажимать. Тоже вот почему эти легковушки маленькие берут... Держитесь правее. Две правых полосы, которые предназначены также для, ну, для грузовиков и для легковых, для всех подряд. У них, вон, есть еще три полосы слева. Что-то там они стесняются ехать и берут наши полосы. А это как бы создает препятствие нам, потому что за ними надо глаз-до-глаз. То они вправо резко ушли, то влево, то по тормозам дали. Бдительность, аккуратность. Какая же тут может быть бдительность, когда я целый день не спал и в ночь ехать. Ну что, кофе мой друг. Думаю, сейчас будет мне помогать. Через 500 метров держитесь правее. Уходим на Рязань и поедем дальше. Так, подожди, на какую? Держитесь правее. Совсем правее. Вот, тут поворот направо, поворот правее. Поначалу я вообще тут блукал. Даже с этой Алисой. Не надо, я тебя не вызывал. Военный аэропорт Жуковский. Так, вот здесь мы уходим на ряд ЗАНИ. Вы верните направо. Вот, очень приятно, что есть моторный тормоз. 10 километров. Но им лучше тормозить только, когда сцепка ровно идет, как поезд. И эффективно все получается. Ну и добавляешь еще и ногой. Ну и останавливается все. А вот, если сцепка будет уже на излом, хоть немножко под градусом, то лучше моторником не пользоваться. Потому что много шансов, что можно сложиться. Тем более при скользкой дороге. О, она, блестит вообще каток. Выехали с МКАДа на Волгоградский проспект. Будем двигаться в сторону ЗАНИ. Ново-Рязанское шоссе. До ЗАНИ 160 километров. Ты бы еще медленнее ехал, дядя. Тринадцатый раунд марта. Весна. Доброе утро всем. Доехал я, в общем, до Рязани. Дотянул и вырубился спать. На час будильник поставил. Ровно 59 минут я поспал. Будильник прозвернел. Я, конечно, сейчас подорвался. Сделал кофе. И поехал дальше. Почему я так сделал? Потому что меня уже вырубало. И еще... Что такое, значит, понимать, что уехал из Москвы или из Краснодарского края в сторону куда-нибудь в Россию. Здесь теперь настоящие русские направления, а не дороги. А когда едешь ночью и, например, на Камазе... В общем, говорю как есть. На Камазе свет вроде есть, но он для того, чтобы ездить днем. или где-нибудь в Москве или на М4 или по Платки в Краснодар это окей. Но если это ехать куда-нибудь в направлении в сторону... Куда я сейчас еду? Ну, куда-нибудь туда далеко, где всегда темно и херовые дороги в Самару, то это не для ночных поездок. Еду, ямки не видно нифига. Просто цепляешь, машину трусить, гололед. И, в общем, страшно. Помимо того, что еще бдительности такой нет, так как усталость колоссальная. Вот. И ночью нифига не видно. Хоть, конечно, трафика нет. Вот я сейчас, конечно, какую-то пробку встрял. Но, может быть, здесь светофор. Да, здесь светофор. Переезда никакого нет. По навигатору показывает. И ничего страшного. Лучше... Лучше ехать, чем лежать где-нибудь в Кевете и ждать помощи. А то или не ждать никого. Не хочу даже за это говорить. Я сейчас часик воспал. Набрался сил. Я вижу дорогу, вижу покрытие. Рекомендованная скорость была 90. Я ночью не смог ехать ни 90, ни даже 85. Я ехал 70, а то и меньше. Меня все обгоняли. Я... Потому что дорогу не знаю. Скользко. И... Я решил не экспериментировать и ехать на максималках. Каким бы там этот груз срочным не был. Для меня важно доехать, приехать и... Чтобы было все хорошо и с грузом, с машиной и, естественно, со мной. Вот. Ну... Если я опоздаю, ну... Значит, я опоздаю. Но мне главное доехать. В целости и сохранности. Это мой первый рейс в сторону России, в сторону бездорожья. Зимой, тем более, вот, гололед был. Я никаких там рекордов бить не собираюсь. у кого-то получается доехать за ночь за 20 часов там в гололед зимой. Без проблем. Ты молодец. Лайк тебе поставлю. Что там? Грамоту на лоб прилеплю. Что давай? у меня получается как получается. Буду стараться, но... Ладно, хватит сопля жевать. День хороший. Солнышко я вижу где-то там из-за облаков выглядывает. Самое главное светло, видно покрытие. Снега нет, дождя нет. мороз отсутствует. Плюс один температура. Вообще классно. То есть скоро все растает. Будет возможно будет просто мокро, но не будет скользко. Но пока покрытие такое себе гололед. сейчас выпью кофе и помчим вперед. Включим радио. Ладно, будет что-то интересное включу. Проехал Рязань и вот такие вот виды появляются уже. Что-то похожее на Краснодарский край. Здесь уже только что проехал деревья, сосны. Вот где стоят треноги. Ребята умники. Сами же своих товарищей снимают и сдают потом. Алло, милиция, он ехал со скоростью больше, чем положено на 3 километра. Алло, алло. А потом сами же жалуются, что камер куча в городе наставлены. Возможно, это от безвыходности, у народа нет работы и он думает, чем бы заняться, где бы бабосов срубить. На работу официально устраиваться не хочется, нужно ходить каждое утро поработать, кланяться к начальству. А тут вышел, вечерок поработал, пару тысяч срубил, сколько там стоит, может быть, тысячу-две за смену у них. И нормально, бомбило как бы. Вот они, настоящие березки. Целый лес и справа, и слева. Красотища. Сегодня 13 марта. 2023 год. Весна. Погода за бортом минус два. Светлое небо, солнышко, немножко морозно, лед уже тает. Классное утро. Республика Мордовия приветствует вас. ремонт ремонт перед сезоном летним. Скоро все поедут на море. Росавтодор должен сделать дорожки гладкие для всех желающих посетить Сочи. взять для этого сначала кредит и на море вперед. ремонт А пока что нужно работать, работать. Солнечный день. Красота. Время у нас сейчас 10 часов 28 минут. Продолжаем путь. все хорошо. Откуда они все берутся гонщики и самое главное это у них иностранные номера. Я не успеваю разглядеть откуда они. Мордовия только что прошел Мордовию или наверное еще прохожу и не знаю десятки идут машин вон с иностранными номерами по 5 машин в колонии там потом одна две пройдет но опять 5 машин вот сейчас 7 машин проехало и номера иностранные летят обгоняют по сплошной что за акция сегодня 13 марта 23 года Мордовия полчаса назад одного только что видел фура сложилась в левой обочине а в правой обочине в смятку такси как ее солярис людей никого нет вообще никого никого но я и дальше поехал тоже погода непонятна то солнце то сейчас метель была и трасса не успевает просыхать она вроде как солнце классно но только что метель была мокрая метель сейчас прям парит через окно тепло была бы еще трасса сухая чтобы безопасно было ехать вообще была бы красота а еще мне нужно найти заправочку Роснефть еду в сторону Самары Пенза Самара Бенза прямо едем прямо зеленый свет хорошо впереди такое ощущение вот на облака смотреть как будто там дождь поливает красотище да вот это природа вот это красота бензинская область реклама почты России такая скрытая доставляет посылки вовремя целыми и невредимыми вот опять эти же америкосы как будто пробку из бутылки выбило и вот они таким потоком летят в сторону не знаю Москвы или куда они там едут хотят хотят избавиться от долгов наверное погасить свои долги да красотища вообще вообще класс погода погода супер трасса уже просохла ветер дует сильный но зато трасса сухая классно березки слева сосны какие-то вот холмы горки небольшие местные великолепный пейзаж ясная погода класс кувак не польская вверх вниз туда сюда как такие места не запечатлеть красотища звук горка и на подъем вот то что мне нравится на коробке автомат в отличие от механики просто жмешь газ и ничего больше не делаешь автомобиль сам переключает пониженную и держит обороты 1400 оборотов вот 1350 держит 1200 переключился на пониженную сейчас здесь на КамАЗе здесь 12 скоростей просто 12-12 скоростей и вот на подъем сейчас захожу на 10-ой скорости 40 какой 40 52 километра на пик уже хватает 50 километров 1400 оборотов 1300 оборотов 50 километров держит на подъем коробка автомат удобно вообще ничего не делаю не переключаю ни пониженную ни повышенную делителем не пользуюсь конечно же удобство камаз россия ну тут от камаза конечно один шилдик блин как приятно ехать когда вот только что была пурга метель мокрая метель а сейчас все ветер все просохло солнышко вышло небо ясное вообще красота летом пахнет класс в начале когда выезжал из Москвы получается доехал до Рязани там дорога была вообще настроение пропало ехать в эту сторону ну а тут вот ближе к Мордовии подъезжаю вообще классная дорога вообще ямок почти нет ну ключевое слово почти но давайте не забывать что это не Краснодарский край да и сейчас вот комфортно ехать две полосы в одну сторону потом меняется встречки даются две полосы удобная дорога ну опять же не М4 но все равно удобно я думал будет хуже я давно не был в этих краях приятно ехать трафик не такой уж сильный тут даже подсолнух не убрали некоторые речки не успел запечатлеть на камеру тоже выходят уже из берегов лед тает снег тает реки переполняются это не прям поля такие вот водные как рисовые чеки только это просто обычная поля бревна березы повезли березами топят печки а у нас в Краснодарском крае береза это роскошь это декорация и у кого растет дома береза они еще и гордятся понтуются ей потому что она у нас плохо приживается а здесь вон по 30 метров высоту очень красивые места скоро грибы начнутся будут грибники ходить листва появится зазеленеет все будут вообще пейзажи просто шикарные хоть картину пиши маленький карманчик для стоянки так ладно продолжаем путь с высоты птичьего полета наблюдаем за ландшафтом sealing just без ризы птичья подождать птичьего impulки пресс охват птичьего dips авт въезжаем в очень волшебное место до финиша осталось 350 километров едем по лесным местам очень красивые погода суперская трафика нет, все хорошо я остановился, сделал новое кофе и едем дальше спуски, подъемы главное, что трасса чистая, сухая гололеда нет, уже хорошо березки русские все чаще продают колбаса, конина, сало, мясо, мед, конина, грибы, колбаса вот еще один грибы и мед люди занимаются собирательством сушат грибы и потом продают также ягоды, мороженое делают такое выживание в этих регионах бензинская область вот они, ручьи пекут справа весенние паводки вот такая природа меня окружает уже на подъезде к Сызрани с Сызрани, расстался Тольятти и уже будет конечная Самара интересные пейзажи солнечная погода классно, немножко пасмурно, такой контрастный пейзаж реки уже начинают быть полноводными выходят из берегов в отопление небольшие есть и вот справа видно ручьи нескончаемые текут, текут где-то широкие, где-то поуже весенние паводки начинаются скоро лед тронется в Сибири и начнет как всегда как день сурка каждую весну в России подтопление конкретных деревень МЧС начнет спасать людей из избушек на лодках в общем, дежавю каждый год одно и то же ну, ничего с этим не поделаешь будем надеяться, что скоро все у нас будет хорошо кстати, видели, сейчас только что проехал новый Ситрак просто тягач кто-то перегоняет счастливый человек возможно купил за 8 или 9 миллионов и едет домой куда-нибудь в Москву поцепит новый прицеп и будет зарабатывать денежки на АТ нищебродские заказы брать от десятых рук березки какие красивые белоснежные русские деревья как смотрятся красиво скоро все заселенеет вай, 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 вай кому этот трактор от которого он взялся с этими березками так, Бенза Бензу мы уже проехали Цизрань впереди и Цизрань, Тольятти и Самара спуски, подъемы холмики лес, речки ручьи постоянно текущие опа, ремонтники что-то тут добывают, качают очень интересная дорога классная дорога ям почти нет трафик по сравнению с М4 пустой, никого нет ух ты, какой ручей водопад небольшой прикольно интересный угол видно на камере клин ух ты в Подмосковье тоже клин есть и вечная пробка ЖД-переезд вон ручьи пробивают новые траншеи вода везде себе путь найдет все это собирается в деревнях где-нибудь красивые места река Сызранька тоже полная течет весь лес затопленный водой новое поступление из Китая кроссоверы не знаю что это за модель но какая-то интересная и наверное замена европейскому состав из Санкт-Петербурга идет куда-то в Самару это может быть и дальше в общем ладно за ним я иду уже около минут наверное 40 и обогнать не дает и едет когда 80 когда 75 когда 95 я и в рацию сказать не могу у меня рация не работает и встречка не дает мне его обогнать а он специально сбавляет когда встречка сбавляет до 75 когда хорошая дорога 90 95 я его то жду то догнать не могу странный конечно водитель либо он круизом не пользуется либо не знаю что как мне его обогнать я 165 километров Это уже Самарский Самарская область Сызранский район Заехали в территорию Уже осталось совсем чуть-чуть Вольво американская Паводки Поля все В воде Затопленные Весна Вот как разливается Тоже водичка Талая Тут наверное скоро рыба появится Можно будет забрасывать спиннинг В щуку ловить Снег тает на полях Не успевает впитывать Земля Логист как хорошо работает Сейчас с выходных пришел Мне уже обратку кинул Сейчас приезжаю Отдыхаю вроде до 2 часов Ночи Там разгрузка И завтра уже В 16 часов погрузка будет Из Тольятти Классно До Тольятти нужно будет еще добраться Из Самары Ну вот так работать Так неприятно А то Поехал тогда В Краснодаре Целые сутки Проторчал В Тверь Когда ездил Тоже там сутки Проторчал Это Не есть хорошо Особенно Когда выспишься Думаю Полон сил Энергии Думаю Давайте В рейс Что-нибудь Работу А все молчат И вроде Выспался И никуда не едешь Потом Когда уже И спать хочется Какая-нибудь Загрузка Нарисовывается Тоже не есть Хорошо Как будто Род рейс Весь день Проболтался И сонный Поехал В рейс Сызрань Ура Доехал Осталось Уже Совсем Чуть Чуть Осталось Уже Совсем Немного Совсем Чуть Оба Начали Роснефть Роснефть Ребята Отлыхают Нифига себе Тут ярмарка Целая Собралась Обедают Завтракают У нас все С собой Мы Едем Дальше Шиномонтаж Шинная Лига Приветствую Ух ты Военная Техника Танки БТР Кабмазы Оба 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 Это что У нас Светтофор Вот они Китайские Новые Автомобили Иксид Какой-то Л Икс Ого Это Уровень VIP Наверное Полный На датчиках Кроссовер Полный Привод Турбина Мотор 5.6 В8 Опа Новый Ситрак Ситраков Развелось Вообще Полно Эх Прокатиться Чтобы на Ситраке Латоша достал Пещать всю дорогу Дальше Они уже Эту кнопку Отключит Придумали Такой Писк Хочется Его в окно Выбросить Либо уже Нервы К черту Да Виды Конечно Просто Бомбисимо Впереди Камерного Пояса Кировки Церковушка Справа стоит Одинокая А вот так мы с ним, наверное, до конца будем и ехать Не обогнать Я отстать не могу Едем в паре А слева ручей бежит тоже Как будто горная река Далая вода Да, Делка большая компания Очень много встречается машин Делка, Делка, Делка И в этом направлении тоже одни ездят Зарубежные номера Откуда едут, что везут Узбекистан Казахстан Уже вечереет Погода, точнее время у нас 17 часов 10 минут Плюс 2 за бортом Камеры одни на одной Треноги Пользуются популярностью в этом направлении Фотографируют все Опасы новых Нивы Тоже хорошая машина Легкая Молноприводная Еще Делка Так, а вот что бывает Что на скоростной трассе Не замечают грузовик Четыре машины Ешкин кот Кто, кого, кому, чего Непонятно Четыре машины Стоит С разбитыми мордами И Задними Частями автомобиля Ладно, продолжаем движение Дальше осталось 160 километров Куда это я подъезжаю А, Тольятти Я в Тольятти В общем На въезде в Тольятти Какой-то резкий спуск Очень-очень большой Даже знак стоит До аварийного съезда 200 метров Либо все переворачиваются Либо еще что Температура вольфов Минус 1 За бортом гололед Спускаемся Очень аккуратно Челебенск-Самара Вот он, да Мост впереди Я сейчас Вот я его Сейчас только что Преодолел До спуска Так Спереди будет Мост Через реку Волгу Преодолел Преодолел Местные ребята Меня обгоняют Меня обгоняют В Тольятти 10 километров Надо сейчас Через мост Проеду И все В Тольятти Через Через реку Волгу Под колеса Под колеса Кидается Москва Московское шоссе Называется По мосту Пойдем Начинается Мост Через река Волга Большущий мост Латоша Пищит Всю дорогу Латоша Пищит Вот она Самая настоящая Река Волга Дамба Волга Течет Она не замерзает Да Здесь рыбалка Конечно Серьезная Да Тут Волга Такая Что На моей лодке Здесь Не поплавать С мотором Конечно Страшновато Унесет Куда-нибудь На другой Конец Планеты Одну часть Моста Преодолел Блин Плохо Что Ночью Еду По мосту Днем Было бы Наверное Саму Волгу Видно На камеру Красивее Было бы Так-то и огни Красиво Мост Подсвечивается Московское шоссе Называется А с правой стороны Это У нас Река Волга Здесь Слева Здесь Как Да Спасибо уравнение на Питерский большой скоростной остров, здоровенный остров, здоровый остров 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 над Волгой Дорога, конечно, здесь на масло убитая Волгой Переехали в город Тольятти Мост разделяет город Тольятти и Жигулевск Понял? Номер 900 мне звонит Ярбанка что ли? О, ля, поезд идет прям Поезд по мосту двухэтажный переходит Нифига себе Через мост поезд едет, да, двухэтажный О, вот он этот Полис офисер Поезд ГАИ проезжаем Полиция, полиция Благодарю за небеспокойство моего автомобиля Едем дальше Город Тольятти Темный Ничего не подсвечивается Дорога не подсвечивается У меня свет Такой себе Самара Прямо Уфа Прямо Челябинск Прямо Да, кто же придумал этот Гудок на Платоне Чтобы у него Чтобы у него так вот Звонок был на телефоне Такой Чтобы у него был Ночью звонили и Телефон где-нибудь Затерялся под кроватью Спальный район Город Тольятти Вид сверху Прикольно Так Когда же я уже приеду Оставало 200 км Думал Ну все Сейчас По-быстренькому На одном Дыхании А тут Дорога Началась Такая Что Такая Что Думаешь Не провалюсь ли я в какую-нибудь яму На самые лучшие Вообще Вообще Конечно Дорога Да Дорога вообще просто Жесть Местные Местные ребята Насаются Вон здесь Они Они Каждую кочку знают Куда что ехать Такой свет на КамАЗе Четыре фары Едем Моргают Ты что не послепишь А я еду У меня фары настроены Вниз бьют А света конечно нифига нет Самара Семьдесят километров Ешкин кот Ешкин кот Ехать и ехать Аааа Думал так быстро будет Ну ладно Наехали В общем Приехал я В Самару Еду уже По Переулкам Закаулкам Непонятно Каким Ну По навигатору Вот Какие то вот Аварийка впереди Идут вдвоем Что с ними случилось Не знаю Может Закладку какую то ищут Так до конца осталось Два километра Навигатор До точки Ну до адреса Что то навигатор не показывает Прямо вот Заезд на базу Или что то там Такой Склад Он показал что На какой то улице И все Там прерывается Будем сейчас Посмотреть Через весь центр Проехал Там ничего не снимал Там центр как центр Все Все то же самое Что и в любом Другом городе Движения Пробки Светофоры Уже конечно хочется Заглушить двигатель Выпить чай И покушать И свалиться спать Вчера выехал В два часа ночи Один час поспал И сейчас Без десяти восемь вечера Ну это еще получается Через три метра Вы верните направо А затем Вы верните налево Четыре Еще Еще шесть часов И я буду целые Сутки за рулем Проехал Тысячу сто километров Ну конечно устал Ну Че тут таить Говорю как есть Сейчас Если вот Доберусь до Кровати Свалюсь До самого звонка Улицы становятся все теснее и теснее Что-то мне тут настораживает Верните направо А затем Верните налево Сюда Ли Я еду Так Ох Уже все Надоело Хочу спать И пить Уже все надоело Хочу спать Еды Еды у меня Хватает Воды Хватает Баллончик газовый Надо будет еще прикупить А так все и есть Можно даже с машины не выходить Покушать И отдыхать 300 метров Поверните направо Блин а еще кто-нибудь знает когда ссылку скидываю Точку Координат Ватсап Координаты Через Навигатор Яндекс навигатор У меня Открывается Через Яндекс карта И хочет провести Через Яндекс карту Мне это не устраивает Как сделать так чтобы эта ссылка Вот на моем телефоне На личном Открывается Через Яндекс навигатор На рабочем Открывается Яндекс карта Поверните направо Как Это Решить этот вопрос Кто знает Где в настройках Это Наклацать Ай ну как Скользко 0 градусов И небольшая Вот эта Гололедица Ну по идее Похоже что-то на Базу какую-то На склад Сейчас возможно я На верном пути А ну вот ДПП Возможно я О Вы приехали Отлично Все идем узнавать что кого Поздравляем Поздравляем Андрюша Добрался Время Без пяти Восемь Поездки Получается Двадцать четыре минут шесть Восемнадцать часов Дорога заняла Из Москвы В В Самару Конец связи А еще Как поднимать кабину Скорее всего Скорее всего Утечка в этом шланге У нас есть Запасной Загажники Хорошо В общем Задача сейчас Заново поднять кабину Проверить Проверить Откуда Утечка И Скорее всего Буду устранять Отменять шланг Вот это Ну все Понеслась Все делаю это впервые И Еще Жизнь научит Сейчас вот эту вот защиту Откручу И Уже Достану этот шланг Вот этот черный шланг Грязный Где-то из-за него Дует Очень сильно Ну еще мне кажется Дует Из-под этой крышки Очень сильно Но Механик говорит Что не может быть Чтобы оттуда дуло Где-то дует Из-под шланга Ну мастер есть Ни хер лезть Будем Делать то что рекомендуют Снимаем вот эту вот защиту И Буду заводить машину Проверять еще раз На наличие утечки Поехали Все это делаю Впервые Любишь кататься Люби и саночки водить Ну конечно Тут еще рев тарахтит Неудобства Ну а что Трудности закаляют Где я нахожусь Самара Самара Городок Все конечно интересно получается Я нашел в чем Причина Меняем этот шланг Ну как всегда нужно открутить этот шланг И У меня Всего лишь Один крюч А здесь нужно Один Тридцать шесть А другой тридцать два И все Приехал Ни туда ни сюда То есть шланг Надо поменять У меня есть У меня есть новый И его нужно открутить У меня только всего лишь Ключ 36 и 32 На одном ключе Здесь конечно есть Коллега Который стоит тоже рядом Пошел У него спросил Он мне сразу ответил Что Ничего нету Пошел на другого Тоже Сказал Что Ничем помочь не могу Пошел на этот завод Вот сюда И Тоже все сказали Что Ничего не могу помочь Тут стоит Куча газелистов У них спросил Ключ на 32 И что-нибудь такое Они вообще Шуганулись От моего вопроса Ну и И все Я Сам Сам не могу открутить Помимо того Что еще Ключа не хватает У меня еще По моим Физическим здоровьем Я Не могу Крутить болты Вот Одним ключом Ладно А вторым Как-то поднеть Тоже С моими руками Особо Не надо Слесаришь Не знаю Что делать Буду искать Какого-нибудь Человека Который Подгонит Ключ На 32 И на 36 Пока все говорят Что Ничем Не могу помочь Ну ладно Буду что-то думать Так Ну С помощью молотка Как всегда Зубила Пришлось Помучиться Конечно Открутить этот шланг Протерся Вот Видно Дырка И Получилось Открутить Сейчас Уже Поставил Новый шланг Только Как Закрутить Его Дальше Самое главное Что На том шланге Крутилась И вот эта гайка И вот эта гайка А на этом шланге Не крутится Вот эта гайка То есть Крутится Сразу Вместе с этим Шлангом А еще интересно Что у меня только Один ключ На 36 На 32 Нам нужен еще второй Для этого Есть у нас Молоток Зубила И Много Времени В нашей жизни Чтобы Помучиться Пообзывать всех Матерными словами Кто изобрел Эту табуретку И так далее Ладно Снять шланг Получилось Теперь Как надо теперь его Поставить Тоже получилось Именно как его Подтянуть Потому что Потому что Все Не затянуто Это ненадолго А еще Вот этот вот хомут Грязный Черный Он опять Этот шланг Перетрет Через некоторое время То есть Все Мне кажется Ненадолго А еще и холодно Здесь Вообще Красота И Еще интересно Что Ни направо Ни налево Он там стоит Конечно Коллега Который Который Сказал Что у него нет Кручей Ни хера У него нет И спать он хочет Ну ладно А что этого делаешь О! Красиво Смотрится Новый Слав Такой вот Мотор КамАЗ И 26 40 Задрал Кабину Ну ладно Буду пробовать дальше Задал Ну Вроде Нитрай Не там Не там Не там Главное заехать до сервиса Потом подтянуть И все Расчету потом поставлю Современной Продолжение следует Продолжение следует...